Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такая экстренная съемка, потому что я совершенно случайно увидел новый Hyundai Solaris Хотя не новый, на самом деле это рестайлинг, но внешне автомобиль совершенно смотрится по-другому Сегодня мы сделаем обзор автомобиля, то есть мы не будем на нем ездить А когда мы будем машину поставить на тест, мы ее сравним с каким-нибудь одноклассником И почему? Потому что помимо внешности, ну внешность здесь такая, ну честно, он мне больше нравится, чем предыдущий Solaris Потому что здесь такая, из дизайна практически ушла Корея Если бы еще вот хром немножечко вот сузили, можно было бы сказать, что вообще ушла Корея А так смотрится очень гармонично Визуально вот эти вот фары новые, они как бы расширяют новую морду Совершенно машина идентичная по размерам предыдущей Такой же у нас дорожный просвет, 160 мм Держусь не за сердце, а за микрофон, чтобы не задувал, потому что очень метренно Сзади тоже у нас появились новые задние фонари Естественно передние фары, но машина в целом смотрится намного симпатичнее, чем предыдущие Еще раз повторяюсь, Корея практически ушла из дизайна С точки зрения техники добавились абсолютно новые коробки, то есть это 6-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат До этого был 4-ступенчатый автомат и 5-ступенчатая механика Теперь насчет цен, прайс еще до конца не успел, значит, я выучить Теперь говорю, значит, самый дешевый Solaris мы можем купить за 473 тысячи Это будут автомобили с двигателем 1.4 На двигателе 1.4 по-прежнему стоят старые коробки, то есть это 5-ступенчатая именно механика и 4-ступенчатый автомат Все новые коробки идут с двигателем 1.6 Новый Solaris у нас будет стоить 6-ступенчатой механикой 533 тысячи 900 И там, в принципе, будет все необходимое, там будет кондиционер, там будут у нас электростеклоподъемники Ну вот все, что необходимо, у вас будет Вот, конкретно наш вот этот автомобиль оснащен, кстати, цвет, по-моему, новый, коричневый, я не помню Оснащен 6-ступенчатым автоматом, это комплектация Comfort, 584 тысячи он стоит И здесь у нас установлен зимний пакет, это подогрев лобового стекла и подогрев руля, вот Который стоит у нас 21 тысячу рублей, плюс 19 тысяч рублей Здесь пакет расширен, это датчики парковки, регулировка рулевой колонки по вылету Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, футляр для очков, потолочные консоли, ручки дверей и корпуса в цвет кузова Вот, вот это значит, к 584 мы прибавляем 21 и 19 Вот, в принципе, цена нашего Solaris Нам везет с охранниками в кадре в последнее время С точки зрения техники, в принципе, предыдущие Solaris по статистике поломок, если посмотреть К 40-ка у них летели ступичные Возможно, к полтиннику вам по гарантии немножко подтянут, ну, используют ремокомплект рейки и у вас не будет проблем А так, с точки зрения двигателей, они были действительно беспроблемными Люди и по 200 тысяч проезжали, и проблем там не было с ними По-прежнему такой же 1.6 и 1.4, напоминаю, что поменяли только коробки А так изменений практически нет Итак, значит, ну, по салону Ну, самое, меня удивило, на самом деле, в Solaris ключи, вот, ну, действительно, очень дорого смотрится И, там, его так на каком-то столик положить, там, когда обедаешь или что-то Ну, не стыдно, реально очень крутые ключи с выдвигающимся У меня аж мурашки по коже, да? Грозный какой охранник А, значит, ну, по салону По салону, значит, у нас, потому что машина действительно эксклюзивная, новая Поэтому охрану представили к нам По салону я не сильно, ну, внешне, в принципе, основных изменений нет, я будешь ошибиться Но я не вижу основных здесь изменений каких-то кардинальных Единственное, что я заметил, тканевая обивка здесь вот эта вот изменилась И изменилась, если видно, тканевая обивка сидений Ну, а, в принципе, так все удобно, комфортно В Solaris вообще мне нравится автомобиль, неплохой автомобиль По салону место есть, вот мой рост метр девяносто два Сижу достаточно уверенно, то есть кулак пролезает Регулировка руля у нас и по вылету, и по углу наклона, то есть полностью есть Сидушка, естественно, двигается Есть регулировка даже по высоте здесь, то есть уже В принципе, неплохо, салон неплохой Как скрыли дешевизну пластика тем, что сделали его рельефным Вот, поэтому он такой похож Ну, естественно, вот эти вот дешевые элементы, но мы их не трогаем А здесь так все более-менее неплохо сделано Здесь, давай чуть ближе, сядь ко мне Так, вот здесь у нас расположено уже четыре стеклоподъемника То есть блокировка замков Регулировка зеркал Вот она у нас, естественно, с подогревом Вот, здесь у нас регулировка фар, подогрев руля чуть ниже Машина находится, естественно, еще не прошла предпродажную подготовку Поэтому пленку мы пока не можем отдирать Вот, она ждет своего счастливого владельца Вот, в принципе, основа у нас вот снизу Вот шестиступенчатый автомат По РНД, естественно, стандартное положение Плюс-минус это уже ручная Ручной режим Вот, а так AUX, USB Прикуриватель, в принципе, два даже здесь Подогрев сидения расположен вот снизу Все достаточно комфортно Я считаю, что за 500 с небольшим Неплохой набор опций Хотя эта машина стоит дороже Но хотя за 533 у вас, в принципе, если заказать пакет У вас будет то же самое, но механическая коробка передач И, естественно, стоимость пакета Достаточно большой бардачок То есть он объемный Сюда можно много чего положить Здесь у нас что? Здесь у нас антенна Вот, и их руководство по эксплуатации Наружный свет Вот, то есть внутренний свет Вот, в принципе, все Так Сажусь сам за собой Коленками, естественно, упираюсь И потолок, ну вот Вот так вот Ну, упираюсь То есть сюда Здесь есть такие небольшие Небольшая выемка Куда помещаются ноги Так Ну вот Тут это, наверное, не подлокотник Это откидывающее сидение А так, в принципе Основное изменение сзади Это вот задние карманы Появились в дверях Их раньше не было Вот Но хочу отметить То есть нет большого туннеля То есть здесь, в принципе, сделано так То есть пол, чтобы село 3 человека Но 3 человека, 3 взрослых Поместятся, если они Среднего роста, я думаю, без проблем Ну, конечно, на дальняк ездить Вот я бы на заднем сидении, наверное Ну, проехал бы Но не с большим комфортом Так Что у нас еще? Что, багажник? Ну, багажник Ну, давай покажем багажник, хорошо Итак, значит Багажник Мы можем открыть багажник Либо снутри салона Либо нажать кнопочку вот на ключе И он Откроется сам Багажник большой здесь Размер багажника Вы сейчас увидите на экране Я его, к сожалению, точно не вижу И сидение складывается Ну, складывать не будем Я много раз складывал уже Сидение складывается так Закрываем Так Ну, что я могу сказать Ждем сравнительного тест-драйва Потому что, как бы Или обычного тест-драйва Как только машину поставят На учет Я обязательно протестирую И что мне интересно Это посмотреть Как будет работать Новый шеступенчатый автомат Это действительно интересно Если он будет так же работать Как на полу-седанах, например И на рапидах Это будет плохо Посмотрим Вот это будет действительно интересно И может быть Какой-то сравнительный тест-драйв С одноклассником сделаем Так что спасибо Значит Подписывайтесь Ставьте лайки До встречи До встречи